всем привет продолжаем проходить события под названием какой это название то истории на дне стакана эта третья часть кстати здесь уже прям все начинается бар заходит посетители которые интересуются монстрами обстановка оживляется живон пока не вернулась что же начну обслуживать клиентов без нее третья часть опечатанных монстров бар на столько временной награды кстати не забываем получать завершение миссии это уже приятно миссии здесь не так много как я понимаю последний будет шестая вау кто к нам присоединиться посмотрите но перед этим конечно же мы начнем новые напитки создавать дам желтый я числу не знаю давайте перемешаем будет желтый смахивая мята готова замечательным и первую часть выполнили поехали дальше о это я уже готовил кстати когда-то я это готовил сто процентов красный цвет да так и необычный красный цвет он был желтым смешать но этому это моя ошибка да смотрите так здесь у нас оттенок такой небольшой фиолетового возможно просто синего надо добавить да подходит смотрите так и это зимний сад последний напиток да красному цвету надо добавить и опять этого и еще смешать да скажи мне молоко дуты козы придется использовать но я не знаю по моему не смахивает тут больше красного да скорее всего надо это было сделать еще раз смешать о нет 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 зря это сделать и смешивать да нельзя короче смотрите еще раз вот так вот ладно давайте будет работать нет на я слишком много да слишком много переборщил ребята ну ты больше оттенок мне нравится смотрите здесь у нас будут проблемы я чувствую ладно я рискну я не знаю может быть но увидите не хватает красного ну и он давай козу этого не подойдет доскресе но она смахивает ну не засчитает будем еще экспериментировать что засчитали серьезно хотя оттенок был чуть-чуть другой да отлично погибаешь учет выручки давайте все сдадим безусловно новые награды появляются временные награды также доступны потому что мы выполнили достигните выручки понятно шесть новых рецептов и поехали от тебя исходит отчуждение наводящие на мысли о глубоком одиночестве словно ты сейчас и не здесь я не знаю как установить с собой с тобой связь на фоне твоей выдающейся уникальности я невольно чувствую себя неудачник возможно это место никогда и не должно было стать моим но все же в какие-то редкие моменты я ощущал толику тепла ты можешь выражаться понятнее на разве мои слова настолько не поддаются пониманию между нами выросла стена которой не разрушить а никакой толк и болтать весь день лучше перейдем к делу приготовь мне один а вольный ветер только не забыть украсить спасибо а какое украшение используют для этого напитка баран а чё нас парни и что-то а вольный ветер смотрите начать готовить средний бокал на ножке средний бокал на ножке много льда ты как хорошо что у нас у нас тут четко и есть инструкция это прекрасно теперь мы не должны поразнать налить вот этого и ледяную усладу взбалтывать не надо лист метры изи синий цвет заставляет меня ощущать покой счастье мимолетное ты кокетка поманишь и исчезнешь в миг как пузырьки в моем бокале но ты новый работник хочешь поиздеваться надо мной где шивон ты и выгнал такой просторный папку но опытный бармен не находит в нем себе место как и в этом великолепном отеле мире грез я тщетно пытаюсь найти уголок для себя но где же обретет пристанище моя тоскущая душа да я просто помогаю ясно тоже бросили ты такой же жалкий как я на шивон конечно делает великолепный коктейли но не когда до самого бара еще попробуй доберись неудивительно что здесь пусто когда-то до самого бара а какой смысл тут работать с не посетителей не дохода как будто концерт на которой не продали продали продались билеты а когда понимаешь поднимается занавес и со сцены ты видишь что посмотреть на тебя пришла лишь горстка людей это прям ножом по сердцу вероятно этот бар скоро разорится сплю накаркаешь это издевательство надо мной ощущается как издевательство я не вижу у него будущего и мне сложно принять его настоящее давай еще выпьем пока мы здесь пожалуйста сделай один освежающий коктейль который подарит ощущение подавленности и добавь украшения за госпожой зарянкой спасибо забавно я первый раз вижу посетителя которого так важные украшения начать готовить но здесь только напитки от бармена ребят базовый угнетающий это означает что который подарит ощущение добавь украшение пожалуйста налей украшению да я не знаю тут может быть вот этот бокал подойдет мало льда базовый угнетающий то есть минус один горько и минус один горько это получается вот это что ли и крепко это типа ну например вот это потом перемешать очень освежающие то есть нам надо будет добавить минус 2 минус 2 ну ты это опять надо да украшение с господжи зарянка слушайте мы по моему выполнили условия до ядреный напиток то что надо говорят я выгляжу беззащитно непостижимо счастье неуловимая драгоценность которую нужно беречь я выпил его одним глотком теперь место с упоением меня вновь охватывает бескрайняя пустота пора уйти со сцены кто-то вроде тебя с такой полной жизни меня наверняка даже не вспомнит надеюсь когда вновь наступит свет судьба сведет нас еще раз меланхолика оправдывает свое имя печальный пессимистом сделать запись о меланхолике вот там обезьяна придет телик придет еще ясненько вот этот тип должен вернуться этот тип должен вернуться это мы знаем прекрасно продолжить понятно здравствуйте мой друг сказал что у нас новый бармен на это вы значит так и знала с вами похоже будет интересно поболтать тогда спрошу вас но только между нами меланхоличный посетитель уже ушел думаю да ура как я удачно пришла никакое облегчение что не придется с ним встречаться лицом к лицу вы хорошо поболтали до исключительная личность правда это его отстраненность и прохладца прохладца такая нелезимость свойственно гением он такой интересный ну что-то я разошла если это все разговор о нем сделай ко мне напиток можно мне жвачку и много льда хочется немного охладить пылу ладно добавлю больше льда жвачка а где на жвачка жвачка подождите выбрать большой бокал на ножки большие бокалы ножки много льда теперь нам потребуется сироп алого это у нас вот эту 12 чудный сироп и дубер перчик поехали перемешать молоко дутый козы конечно же как же без его то ну что готовы увидеть класс так украшение кружок с хомяком а хомяк такое сладкое настроение после напитка какой нежный вкус холодный как лед наконец-то да вкус очень соблазнительный вы явно опытный бармен и можете легко угадать пристрастия посетителей кстати вы ведь у нас недавно не замечали ли еще что-то снаружи возле бара все ли все ли не слишком спокойно я я тоже переживаю всегда казалось что в отеле грез прячется что-то жуткое но если хочется посидеть где-то в интимном в интимной обстановке выбор у меня не богатый он так обидно для свидания хорошего места вообще не найти а как насчет золотого мига так вы не знаете вход охраняет толпа людей в черных костюмах и нам отсюда никуда не уйти но если так подумать лучше чем глубины отеля места места не найти главное не заходить слишком далеко верно и кто-то тут это счастливчик то секрет но если узнаю вас получше может расскажу кажется вам нравится вгонять меня в краску пожалуйста сделайте мне еще один прохладительный напиток на этот раз я хочу что-нибудь набивающая мечтательность густое при густое и положить в обыше льда чтобы меня плата не перегрелась может лучше и и лед колбу приложить так много льда я предлагаю взять все если густой негустой ну средний бокал давайте возьмем ее и много льда туда запихнем базовый вкус мечтательный это означает нам нужно вот это хотя бы и хотя бы вот это а потом перемешать а потом сделать очень густой напиток добавив еще вот этого это получилось походу отвратительно а ну да это действительно отвратительно получилось нормально ладно не важно что я сюда запихну поэтому давайте лимончика вы прекрасный бармен и напитки вкусные делаете а посетители печетесь мне все это очень нравится рада была поболтать вы почти такой же хороший бармен как и шивон а это высокая похвала я еще зайду ждите меня с нетерпением окей такая стеснительная похоже девица самая нормальная среди монстров сделать записи девицы то есть плюс плюс вот этого мы еще не видели но я чувствую следующий посетитель будет он продолжить обслуживание а нет привет подойди ближе мне надо кое-что спросить с глаза на глаз сейчас тут была посетительница в красном что не слышу да потише а вдруг она услышит я следил за ней до самого входа не бар и видел как она потом выходила так что не пытайся меня обдурить о чем вы говорили про меня она что-нибудь сказала она упоминала меланхолического посетителя а нет сейчас мы подставим ребят давайте шивона на упоминала естественно все местные монстры любят шивон ну кроме меня конечно она меня между прочим вообще не пугает о ком ты еще говорила в смысле о других монстрах придется сказать правда так и знал все ей подавая этого унылого поэта и почему она так ведется на это без за умные речи на его ладно неважно прикольным будет какой смысл еще на нее тратить нервные клетки а ты не стой давай а сделай мне что-нибудь выпить налей средний бокал чего-нибудь с горчинкой и красивого цвета ты понимаешь что значит красивый цвет слои должны быть четкими никаких мутных разводов до сих пор циклиться на цвет на цветных слоях но это значит смешивать нельзя вообще ничего да так средний бокал давайте вот этот возьмем так ну пролету ничего не говорил ну дать его немножко добавим и это должно быть горько ну типа этого едва цвета еще должно быть но тут у нас проблема ну понял я понял тебя короче два цвета привет при этом надо использовать может быть знаете молока козьего должно подойти надо уже смешивается какой-то до счета на ну тут два все смешивается офигеть тут сложно смотрите короче я предлагаю тогда сделать вот так вот так вот так и вот так ну что а что там сказал украшение на тебе клубок пипиши ты мне не нравишься этот раз по моему тебе тоже запихнул в стакан вот это я понимаю меня мало кто способен порадовать но ты прямо такие приятно удивил кстати я тут вспомнил ты меня нагрубил мне в мой последний визит я пообещал тебе показать что почем приготовиться достать биту спокойно я это тому что подумал и понял что погорячился мы наверное не так друг друга поняли в общем извиняюсь и надеюсь что у нас будут нормальные отношения так что когда она в раз придет замолви за меня словечко ладно нахваливать не надо просто почаще упоминай мое имя это же не сложно да поможешь мне а что не за это будет если будешь делать меня счастливее я стану чаще заходить да и чего и буду оставлять побольше и мы оба не в накладе так в тебе деньги а мне плюшки а в этом в шивом баре все слушают меня смысл тебе тратить все время на коктейли если будешь со мной дружить будет тебе счастье мне кажется мне никто не отказывает поэтому я всегда прав я отказываюсь да ты да ты даже не знаешь что упускаешь хотя что еще ожидать от простого при принеси подай да ты годишься только на тот на то чтобы коктейли мешать сделай мне самую большую порцию насыщенного сладкого и бодрящего напитка и чтобы слои красиво чередовались если мне не понравится оплаты не жди думаю я дам тебе уйти и не заплатив конечно же так ты по моему он очень служил он большой бокал давайте вот этот возьмем не имеет значения просто лед немножко положим а теперь нам нужно три цвета нам нужно очень сладко очень сладко что же это значит это значит скорее всего нам надо будет добавлять молоко шучу конечно ладно давайте с доктор перчика начнем он сказал что нужно три цвета ребят значит мы добавляем вот так при этом должно быть очень крепко мы добавляем вот так и мы должны добавить козь его молока но почему бы нет я считаю эту и птичку ладно в этот раз не будет у нас пепеши пусть будет с птичкой неплохо но могло быть и лучше подай еще пока я не уйду подавай все я не знаю немного успокоился почти все допил но наш разговор еще не окончен как долго ты собираешься тут заработать сколько еще не терпеть твое лицо я буду здесь каждый день меня бесит даже сама мысль что придется с тобой разговаривать ладно так и быть покажу как правильно обслуживать посетителей как закончишь встретимся я буду ждать тебя здесь хохохоха это так грубо по отношению ко мне не все же из беседы с железякой я многое о нем узнал должна быть должно быть он давно хотел кому-то излить душу сделать записи железяки монетку даст он да смотрите монетку дал завершить у меня так запланирована встреча это же тот будильник ждет меня в баре да смотрите они тут все будут видимо собираться постепенно железяка от стойки всего пара шагов где тебя носила мне что вечность новую порцию ждать взгляни на мои часы ты опоздал на полчаса даже лед в бокале успел растаять а у тебя может часы спешат нашел о чем спрашивать все клиент всегда прав если тебе и это непонятно то ты вообще тут что делаешь если честно понятия не имею как ты тебя учил и шивон дай-ка я тебя просвещу а вот так вот я сейчас покажу запустить м циферблат обойти в эмосферу сейчас мне по-другому заговоришь смотри и учись новичок а так работают приличном баре я тебе сейчас покажу приличный баранка упа с возвращение ваше превосходительство славный достопочтенный господин тик так для меня высшая степень удачи оказаться в вашем присутствии мне не хватит слов чтобы в полной мере восхвалить вас своим сиянием вы затмеваете великолепие любого сиропа а при вашем появлении скромный бар так и блещет я вижу вас подобным крышки от бутылки у слады без вас целая бутылка нет радость потеряла бы смысл что это с ним хорошо сказано мой верный слуга я очутился на перепутье приведи же меня своими легкими шагами к ответу на вопрос какой напиток более всего подходит этому необыкновенному путешественнику путешествие ваша воля закон для меня ваше превосходительство до цвета на кости предвещают что превосходящ превосходнейший напиток будет сотворен барменом барменом какая нелепица на простая деревенщина которую я подобрал в таверне ты следили считая что не бежественная девчонка не знающие даже собственного родства обладает навыками необходимыми для приготовления нужного мне напитка занятно эй принеси ко мне не успели договорить как из ниоткуда с пронзительным лаем прибежал командир ну понятно они еще будут все вместе собираться постепенно господин господин ужасно вести это касается госпожи она она снова сбежала куда она сбежала она еще в баре ну что ж нет и нужны шуметь сообщи ей о моем возвращении попроси немедленно явиться я говорил госпожи но она отказывается слушать она даже сказала что что она сказала она сказала что станет барменом и больше не вернется что возмутительно я лично с ней переговорил погодите что происходит и вес интересно сработает ли этот напиток тебе так нравится готовить напитки что ты не хочешь возвращаться домой прошу прощения я не специально скрывала этот вас я лишь хотела сделать сюрприз я слышала о выдающихся на навыках местного бармена мне хотелось отдать дань уважения вашему мастерству и вот я решила зайти сюда и научиться приготовление вкуснейших напитков только прошу не держите на меня зла за время вашего путешествия собрала множество подтверждая подтверждение ваших великолепных достижений узрите что за великий герой возглавил труп у сладкие грезы в борьбе с мусорным королевством что за герои поверг на колени самодовольного тоталова и поднял знамя свободы и равенства кто же она спрашиваемые бутылки с газировкой отвечает его пресс-восходительством маршал тик так кто же он спрашиваем и рекламные щиты отвечает его превосходительством маршал тик так и опять то же самое спрашиваем и весь мир грез отвечает также я тоже хочу я только что написал для вас стихотворение послушайте узрите вот приз признанный маршал тик так в бою не сгибаем совсем непросток неся своей воинской доблестью свет одним лишь мизинцем талатовый сверх какая лесть не знаю что слава боя обо мне на разойдется такую дали шире впрочем так и подобает и все же позвольте просветить вас он такой бармен здесь не к месту она обычная сирота взятая мной на попечение ее способность приготовить хоть что нибудь стоящее весьма сомнительно набитки она сможет только подавать если же вы сомневаетесь в моих словах добрый день господин тик так вижу ты не сумела внять моему уроку обращаясь ко мне сперва кивни затем сложи руки и смотри на меня я столько раз объяснял тебе как проявлять уважение гостям а ты совсем не следуешь моим указанием попрошу прощения за проступок я не так давно работаю в баре пока не успел освоить правила искренне извиняюсь есть не точно что то не так увы и споры с безродной прислугой пустая трата времени что же принеси мне напитки и прояви необыкновенные навыки бармена трудящегося в достопочтенном заведении прославленного господина тик так по правде говоря узнав о вашем возвращении из путешествия я пригласил для вашего превосходительства памятный напиток неплохо выйди же и объяснили со всей честью название этого славного напитка побежденный правитель что ты издеваешься прошу уймите свой гнев такое название было выбрано намеренно сам же напиток вдохновлен вашим великолепием черный слой в основании означает поле яростной брани белый верхний слой символизирует отчаяние а голубой слой посередине олицетворяет вашу концентрацию и несгибаемую волю даже оставшись единственным выжившим вы сохраняете волю приложить путь через самую темную глушь хорошо сказано вот видите даже мой бармен обладает благим воспитанием получить слуги мои так новичок найди мне подобающее место и принеси напиток быстро что происходит как-то странно будильник попался на удочку и решил выпить к счастью я хорошо притворяюсь а вы чуть сегодня испортили так и поступим а потом как поступим то у меня руки чешутся может ставим палочку для смешивания отверстия под крышку пружину а потом хорошенько раскрутим няш да ё-мое теперь я не учу я не уловлю теперь свою суть да остановитесь ждать почитать что не запланируется мне аж не терпится если и позволять кому-то купа копаться в своей душе только вам настал время вместе ждем когда откроется занавес то напиток на стойке сразу напротив я добавил кое-что особенно поэтому напоить его на несколько часов вообще не проблема надо поручить это непослушное дитя а помню что ты находишься в мире его фантазии и можешь встретить препятствия действует по обстоятельствам видимо это и есть напиток на котором околдовала живон стоп почему здесь два бокала ладно отнесу оба какая медлительность что ты за официант если торчишь в телефоне в рабочие дни прояви уважение где твои манеры веди себя почтительно в моем присутствии неси напиток а два бокала ты даже не знаешь какого цвета мой какой же напиток живон приготовила по особому рецепту так мы белый слой снизу черный слой снизу конечно голубой в середине да и этот белый наверху это он и вот и я и подам напиток с необыкновенным вкусом яркий пример самой сути любви и уважения вспомни-ка свои прежние напитки разве они были достойны украсить свой собой кубок почтенного покровителя что почему меня клонит сон напиток слишком крепкий но ведь я ведь я спишь гляньте на эту жалкую физиономию ты строил из себя могучего господина но знаешь что в этом баре ты никто и вам хватило наглости называть меня своей женой кто бы в здоровом уме согласился выйти за такого дурака вам точно не я дана пришло время устроить драматическую месть вы вы лишь подыгрывали но это ведь мой сон так почему я хозяйка бара проснись и пой я же готовила все напитки полагаю теперь ты понимаешь ведь так я слишком мягко с тобой обращалась или быть может ты совсем спятил как ты смеешь заявлять что подобрал меня в таверне хватил уже тебе наглости живон такая страшно когда злиться я никогда не даю спуску озорным детям им обязательно следует столкнуться с последствиями чрезмерная любовь на и менее эффективный способ воспитания запомни а теперь ваша очередь только не перегибайте палку я ждал этого момента принеси ко мне мешалку для коктейль мне давно хотелось ее опробовать дальнейшие сцены не пригодны для просмотра на этом выступление завершается спасибо что были с нами до встречи у меня так жаль не стоило издеваться над другими чудовищами дразнить шивон я не соколесится это была просто шутка нет не подходите понятно короче он получил свое ребят он получил свое мы отыграли три истории у нас еще приди еще три ух ну как господин тик так приношу свои извинения извините ты приготовил отличный напиток и мне было приятно здесь посидеть чудесное место обязательно зайду еще что ж мне пора счастлива ничего он так и не испугался что-то здесь не так надо пойти за ним и выяснить что к чему а так этой истории на этом не заканчивается будь аккуратнее с моим новым радио на руками не трогай да не волнуйся у меня же такие хилые на ручонке только его из не сломаю но мне тоже хочется услышать звук о котором ты говорил он я быстро ладно привет я пришел злодеющий идет я доставил столько хлопаться мне так жаль я вернулся услышал этот здоровьяк пустоголовый точно говорю пусть будет сам по себе а нам без него весел кажется с его бедой удалось разобраться надеюсь он сможет поладить и с другими монстрами готовьтесь к работе а так это у нас уже 3 завершено и 4 впереди ребят но это в следующем видео не забывайте подписываться пишите комментарии ставьте лайк нажимайте на колокольчик смотрите видео до конца обязательно подписывайтесь на все канал ссылки которые найдете описании к этому видео пока